Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, а вы на канале Пестрецов Шоп. Сегодня у нас на распаковочке вот такая вот посылочка с Алиэкспресс. Могу подозревать, что здесь находятся фильтры для пыли. Напомню, что многие, у кого есть компьютеры дома, у нас у компьютеров есть всасывающие вентиляторы. Они находятся где-то там, в районе блока питания, в районе там, где охлаждаются жесткие диски. В большинстве случаев это либо снизу, либо спереди. Так вот, у многих компьютеров нету, грубо говоря, каких-то сетчатых фильтров, которые вы могли просто пропылесосить, грубо говоря, отсоединив. То есть, получается, всасывает всю эту пыль. Собственно, на одном из сайтов я нашел такие фильтры и заказал. А вот они пришли, судя по всему, вот в такой вот упаковочке. Ну что ж, давайте мы их откроем и посмотрим, как они выглядели. Так, поехали. Все это просто. Фильтры на самом деле двух диаметров. Пылевой фильтр для системного блока 120 на 120 или 140 на 140. Пылезащитный фильтр для системного блока изготовлен из высококачественных материалов. Содержит сетку с микроотверстиями. Способно задерживать проникновение пыли в корпус системного блока. Блока питания и прочих устройств с активным охлаждением. Также сетка способна защитить аудиоаппаратуру с открытыми динамиками от пыли и от механических повреждений. Крепление возможно с помощью отверстий, которые совпадают с крепежными отверстиями стандартного вентилятора диаметрами 120 и 140 миллиметров. Слушайте, я думал, что сетка здесь какая-то будет такая. Но тут совсем прям, хочу сказать вам, мелкая прям сетка. Так, это у нас фильтр 120, ну я так понимаю. А это у нас 140 фильтр. Давайте вот мне интересен 140. Почему-то я подумал, что он магнитный. Хотя может быть, кстати, магнитный. Не знаю, магнитный ли он или нет. То есть, если с другой стороны, это тоже фильтр магнитный. Да нет, нет. Нет, они не магнитные. Но здесь я, конечно, хочу вам сказать, что здесь очень низкодиспертная сетка. Воздух через нее проходит, скажем так, очень хорошо. Из минусов, конечно, хочу сказать, что, наверное, могли бы они, конечно, сделать вот этот дизайн, чтобы он был из магнита. Знаете, такой вот, как вы на холодильнике все прилепливаете. Вот, в принципе, да, он бы, конечно, подошел. Из плюсов, конечно, это же сетка. Сетка, которая будет 100% задерживать вам всякую пыль. Наверное, то, что нужно, то, что доктор прописал. Поэтому здесь, наверное, просто больше добавить нечего. У них, как бы, есть такие сеточки, фильтры. Вообще, любых диаметров. Поэтому, ну, вообще, я, как бы, заказал два самых распространенных. 120 и 140. Только для того, чтобы просто хотя бы протестировать. Посмотрите, что это такое. В ближайшее время я буду собирать ретро-машину, которая у меня будет заниматься перегоном видео со старых носителей. Я имею в виду, что под старыми носителями это VHS-кассеты. Супер VHS. Beta Cam. Что касается... Кассеты просто. Компакт-кассета. Мини-диск и компакт-диск. Ну и, соответственно, кассеты Video 8, Digital 8. И VHS-C. Поэтому, в принципе, я вот для этой системы подбирал какие-то фильтры. Она должна работать, в принципе, долгое время. Так как вообще перегонка занимает огромное количество времени. И не хотелось, чтобы это все у нас, собственно говоря, пылилось. Можете даже посмотреть, да, насколько фильтр, вон, сетка низкая. Вообще, как бы она прям очень-очень мелкодисперсная. Просто даже вообще не видно. Как будто, знаете, вот как будто я реально держу какой-то этот поляризационный фильтр. Так что, вот такие вот дела. Молодцы, конечно, можно сказать. Качество высокое. Ну что ж, друзья. Если вам понравился данный мини-обзор, ставим ему палец наверх. Не забываемся, конечно же, подписаться и нажать на колокольчик. И если у вас возникнут какие-то вопросы, дайте мне знать.